Здравствуйте! В эфире телеканала «Навросия ТВ» новости. В студии работает Виктория Полянская. Сегодня о таких событиях. В Донецке состоялось внеочередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета ДНР. Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе. США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 8 раз нарушили перемирие. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном Центре по контролю и координации режима прекращения огня. По данным ведомства, под огнем украинских силовиков оказались поселок Спартак на севере Донецка и поселок Шахты Трудовская на западе столицы. Есть инноватые и прилегающие к ней село Васильевка, село Ленинское на юге республики, а также Докучаевск. Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что на Донбассе был сбит украинский беспилотник с минами на борту, который снимал маршруты проезда патрулей ОБСЕ и мог угрожать наблюдателям. Он подчеркнул, что такая слежка свидетельствует о грубом вмешательстве в деятельность миссии и отработке сценариев препятствования реализации ее мандата. 29 марта состоялось внеочередное пленарное заседание весенней сессии Народного совета ДНР 2-го созыва. В проект повестки дня были включены законопроекты о внесении изменений в закон ДНР о таможенном регулировании в ДНР и об общественной палате ДНР. Согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели законопроект об Общественной палате ДНР. Как пояснил председатель Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кныш, создание Общественной палаты позволит органам государственной власти и местного самоуправления учитывать в своей работе общественные инициативы, обеспечить защиту прав общественных объединений, а также создаст механизм общественного контроля деятельности органов публичной власти. В свою очередь председателем Комитета по бюджету, финансово-экономической политике Мариной Жейновой был представлен законопроект о внесении изменений в закон ДНР о таможенном регулировании в ДНР. Данным проектом закона предусмотрены изменения в положении действующего закона, которыми уточняется определение таможенных органов ДНР, их организационная структура, а также иерархическая подчиненность. Законопроекты были приняты в двух чтениях в целом. Теперь они будут направлены на подпись главе ДНР и вступят в силу после опубликования на официальном сайте Народного совета. Виктория Полянская, Алексей Полянский, Новороссия ТВ 29 марта на шахте «Прогресс» государственного предприятия «Торез Андроцит» состоялся ввод в эксплуатацию шестой лавы южной панели номер 3. Горняки планируют добывать из нее порядка тысячи тонн твердого топлива в сутки. К слову, это уже третий новый очистной забой, введенный на угледобывающих предприятиях республики с начала 2019 года. Шахта «Прогресс» государственного предприятия «Торез Андроцит» введена в эксплуатацию в 1973 году. За годы работы горняками добыто более 29 миллионов тонн угля. Сейчас вводится в эксплуатацию уже шестая лава южной панели номер 3. Ее запасы оцениваются в 674 тысячи тонн черного золота. Запуск в работу новой очистной линии прошел с участием комиссии, в которую вошли заместитель министра угля и энергетики ДНР Алексей Василенко, исполняющий обязанности генерального директора ГП «Торез Андроцит» Владимир Мандриченко, а также директор шахты «Прогресс» Алексей Костин. Длина лавы 205 метров, длина выемочного столба 1,5 километра, запасы оцениваются в 674 тысячи тонн черного золота. Лава была смонтирована секциями 2КД-90, очистым комбайном 1К-101, призабойным конвейером СП-251-13. О том, как повлияет открытие новой лавы на энергобезопасность республики, рассказал замминистра угля и энергетики ДНР Алексей Василенко. Сегодня сдали очередную, будем надеяться, лаву, очистной забой, который позволит выйти в шахте на новый производственный уровень. Будет предприятие выдавать высококачественный андроцит с низкой золой и с низкой серой. Это позволит повысить заработные платы, ну и также обеспечить энергобезопасность нашей республики. Очередная лава была введена в эксплуатацию благодаря усилиям, приложенным не только шахтой «Прогресс», но и руководством республики. Это случилось благодаря вниманию, уделяемому руководствам республики угольной отрасли, пониманию ее проблем. Благодаря умелым действиям министра угольной промышленности, который помог сконцентрировать ресурсы, и мы смогли вовремя в установленные сроки сдать очередную лаву. Я надеюсь, спуском этой лавы очередные трудовые рубежи будут побиты в ГП «Торезантрацит». Люди будут с достойной заработной платой и хорошим настроением. Стоит отметить, что на предприятии 27 марта была доработана 11-я южная лава. Именно ей на замену и вводится новая производственная мощность. После выхода на плановые показатели 6-й лавы горняки планируют двумя очистными забоями выдавать на гора ежесуточно минимум 2000 тонн угля. Анастасия Ковалева, Евгений Полянский, Новороссия ТВ. С 29 марта все пропускные разрешения на пересечение линий разграничения в Донбассе будут бессрочными. Об этом говорится на официальном сайте Службы безопасности Украины. Отмечается, что заявления, поданные с 28 марта этого года, не будут иметь ограничения срока действия. При этом заявления, которые были обработаны до 28 марта 2019 года, имеют срок действия 1 год, а после его окончания их можно будет снова подать со сроком действия без ограничения. Украинский железнодорожный монополист Укрзалезница с 1 апреля поднимет тарифы. Вырученные деньги компания планирует направить на улучшение инфраструктуры. Однако специалисты уверены, что точка невозврата пройдена. На сегодняшний день украинские железнодорожники все еще пользуются советским наследием. Подавляющее количество поездов давно подлежит списанию и утилизации. Общий показатель износа превышает 90%. При том, что износ поездов и вагонов нередко становится причиной серьезных травм пассажиров, закупать вагоны Укрзалезницы попросту не на что. По словам представителей компании, проблема заключается в невыполнении правительством закона о железнодорожном транспорте. Компания пытается за свой счет спасти железные дороги от полного разрушения, однако средств не хватает. Руководитель Укрзалезницы Евгений Кравцов также признается, что за последние три года компанию покинули около 20 тысяч сотрудников. Большинство из них уехали на заработки в страны Евросоюза, преимущественно в Польше. Украинский олигарх Игорь Коломойский обвинил президента страны Петра Порошенко в организации прошлогодней провокации в Керченском проливе. По его мнению, провокационную ситуацию создал сам Киев, в результате чего украинских моряков арестовали. В ответ украинский лидер обвинил Коломойского в распространении лживой информации. По мнению Порошенко, олигарх таким образом ему мстит за национализацию Приватбанка, которая состоялась в 2016 году. Напомним ранее, на принадлежащем Коломойскому телеканале «1 плюс 1» вышла программа, разоблачающая коррупционные схемы с участием действующего президента Незалежной. Кроме этого, в материале телеканала сообщалось, что Порошенко может быть причастен к заказным убийствам, в том числе собственного брата. Позднее украинский лидер подал на телеканал в суд и заявил, что собирается защитить Украину от Коломойского. На «1 плюс 1» это расценили как давление на СМИ. Сам же Коломойский заявил, что не воюет с Порошенко, но и не хочет, чтобы тот снова занял пост президента. Кандидат в президенты Украины лидер Батьковщины Юлия Тимошенко заявила, что не намерена организовывать Майданы в случае поражения на президентских выборах. Я хочу сейчас просто успокоить тех, кто меня слышит. Я знаю, просто сейчас как-то так агрессивно нагнетается ситуация в стране. Про какие-то новые Майданы, восстания, силовые противостояния. Я могу вам сказать, ничего подобного не будет. Будет абсолютно спокойно. При этом она призвала избирателей не верить социологическим опросам, так как социология в стране умерла с началом избирательной кампании. В свою очередь, председатель Политсовета оппозиционной платформы «За жизнь» Виктор Медведчук в беседе с РТ заявил, что новый Майдан по итогам выборов все же возможен. Возможно, если будет внешний инициатор такого Майдана, как это было в 2004 и в 2014-2013 годах. В Кремле сожалеют, что несколько миллионов украинцев, проживающих в России, лишены возможности голосовать на предстоящих выборах президента страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Можно только выразить сожаление, что существует несколько миллионов украинцев, которые находятся в нашей стране, которые будут лишены права голосовать. При этом Песков отметил, что также существует и несколько миллионов украинцев, которые отторгнуты в своей стране. В свою очередь, постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе постоянного совета организации в Вене призвал словацкое представительство дать оценку нелегитимным действиям Киева вокруг выборов. Как отметил дипломат, российская сторона рассчитывает, что по итогам грядущих выборов ОБИРО сможет предоставить международному сообществу объективную картину, не поддаваясь давлению со стороны украинских властей и их кураторов. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес на своей странице в Твиттер назвал цинизмом стремления США повлиять на отношения суверенных государств Латинской Америки с другими странами. Он отметил, что Соединенные Штаты больше других стран производят, продают и используют оружие, а также имеют 80 военных баз в Латинской Америке. Таким образом, Родригес отреагировал на требования американского лидера отозвать российских военных специалистов из Венесуэлы. При этом в Кремле уже заявили, что отношения Москвы и Каракаса не должны беспокоить третьи страны. Позднее президент Российской Федерации Владимир Путин и постоянные члены совбеза страны выразили обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, члены совбеза считают, что действия извне мешают преодолению внутриполитических проблем в Боливарианской республике. И только сами граждане Венесуэлы вправе принимать решение о дальнейшей судьбе своей страны. Глава Митроссии Сергей Лавров считает, что решение США признать суверенитет Израиля над голландскими высотами является осознанной демонстрацией вседозволенности. Я ощущаю, что это осознанная, сознательная демонстрация вседозволенности. И вот такая демонстрация вседозволенности, наряду с угрозами, ультиматумами и санкциями, это вот, в общем-то, по большому счету и весь инструментарий, которым пользуются на внешнеполитической арене Соединенные Штаты. Это печаль. Но наблюдать такое отношение к международному праву можно повсеместно. При этом глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что такая же ситуация была с СВПД и во время политического кризиса в Венесуэле. Боевые корабли НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфоры, вошли в Черное море. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что канадские и испанские корабли НАТО собираются прибыть в Одессу в 1 апреля. В рамках поездки их капитаны планируют встретиться с представителями украинской власти и военными. При этом в соответствии с Международной конвенцией МАНТРЁ 1936 года военные корабли не черноморских государств праве находиться в его акватории не более 21 суток. В Национальном центре управления обороны России сообщили, что черноморский флот взял на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО. Уточняется, что речь идет о трех фрегатах военно-морских сил Нидерландов, Канады и Испании. Ранее глава наблюдательного совета организации «Майдан» иностранных дел Андрей Клименко сообщил, что корабли НАТО будут находиться в Черном море во время проведения выборов президента Украины и подведения итогов голосования. Отметим, что НАТО ведет милитаризацию черноморского региона. В частности, как заявляли ранее в Департаменте информации и печати Министерства иностранных дел России, в 2018 году была увеличена продолжительность присутствия кораблей в составе военно-морских групп НАТО в акватории моря. США ищут потенциальных поставщиков топлива для военно-морских учений «Сибриз-2019» в Украине и Румынии. Такую заявку разместило Военно-морское министерство страны. Целью запроса является обеспечение доставки военно-морскими силами США топлива европейским партнерам, участвующим в совместных учениях у берегов Украины и Румынии. Ранее стало известно, что Украина и США проведут совместные учения «Сибриз-2019» в северо-западной части Черного моря. В Министерстве иностранных дел России идею учений назвали опасной. Российские дипломаты расценили их как желание в очередной раз спровоцировать напряженность. В Норвегии заявили о вероятной необходимости обратиться к России за помощью в случае чрезвычайных ситуаций из-за отсутствия достаточного количества ресурсов, в частности спасательных вертолетов. Как отметил глава комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций провинции Финмарк Рони Шелдеруп, Норвегия сильно зависит от иностранной помощи, о чем свидетельствует недавняя авария с круизным лайнером Viking Sky, пассажиром в которого пришлось эвакуировать. При этом в случае ЧП Финмарк будет нуждаться в помощи вертолетов извне, особенно из России, так как российские вертолеты располагаются в том числе на Кольском полуострове. Американские сенаторы предложили законопроект, запрещающий США передавать истребители F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от плана покупки российских систем С-400. Исходя из текста документа, администрация американского лидера Дональда Трампа должна подтвердить Конгрессу, что Турция не закупит С-400, прежде чем Анкара сможет получить американские истребители. Автор инициативы Джеймс Лэнгфорд считает, что Турция является важным союзником и партнером НАТО в решении ряда приоритетных вопросов национальной безопасности США. Поэтому стремление Анкары к тесному сотрудничеству в области обороны с Россией вызывает в Вашингтоне серьезное беспокойство. Как отмечает издание The Hill, этот законопроект является последней попыткой законодателей и официальных лиц США убедить Турцию не покупать российские С-400. Помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, что Соединенным Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы в условиях укрепления ядерных потенциалов России и Китая. Он подчеркнул, что Россия и Китай усилили роль ядерных вооружений в своей стратегии, а также увеличили свои ядерные силы. По словам Трахтенберга, в таких условиях необходимы мощные американские ядерные силы, которые гарантируют, что возобновление соперничества в ядерной области не приведет к возникновению конфликта или к эскалации боевых действий. Комментируя заявление представителя Американского оборонного ведомства, член Комитета Госдумы России по международным делам Антон Морозов, заявил, что представители военно-промышленного комплекса США используют выдуманную угрозу со стороны России и Китая в своих интересах. США очень сильное военное лобби. Их, как известно, представители американского ВПК активно поддерживали Трампа на выборах. Поэтому вполне естественно, что они хотят сейчас отбить те вложения, которые делали в избирательную кампанию за счет увеличения оборонных заказов, в том числе на разработку перспективных вооружений. Для этого они используют угрозу, которую сами выдумали со стороны России и Китая. При этом депутат добавил, что на такое заявление стоит реагировать сдержанно. Всемирный день театра – долгожданное и радостное событие для каждого, причастного к театральной деятельности человека. В Донбасс-Опере состоялся большой праздничный концерт, который включал в себя увлекательную и познавательную программу для любимых зрителей Донецкой Народной Республики. В фойе театра собрались десятки фотографов, журналистов и, конечно же, огромное количество восхищенных зрителей, которые вместе с актерами окунулись в волшебный мир театрального искусства. Донбасс-Опера всегда старается торжественно и пышно отпраздновать это событие. Душевное тепло, желание творить и талант работников театра вкладываются в подготовку к встрече зрителей в свой профессиональный праздник. Гвоздем программы стал спектакль «Тайна призрака» оперы, очаровавший всех с первых нот. Аплодисменты звучали после каждой сцены. Занавес закрывается, а ощущение эйфории царит по обе стороны театральной рампы. Зрители делятся восторженными впечатлениями, а артисты и работники на сцене поздравляют друг друга с Днем театра. А на этом у меня все. Это были все важные события на сегодня. Более подробную информацию вы можете найти на наших интернет-ресурсах официальном сайте и ютуб-канале Новороссии ТВ. Также рекомендуем подписаться на информационный канал ДНР Лифт Телеграм, благодаря которому вы будете получать ежедневную и оперативную информацию. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии для вас работала Виктория Полянская. Всего доброго. Не переключайтесь. 30 марта в Луганске будет облачно, без осадков, плюс 10 днем, ночью плюс 2. В северодонецке облачная погода продержится весь день, без осадков, плюс 3 ночи, днем плюс 11. Волчевский небо скроется за облаками, ночью пойдет дождь со снегом, но к утру он закончится. Вся остальная часть дня пройдет без осадков, плюс 11 днем, ночью плюс 2. В Мариуполе на протяжении всего дня ожидается пасмурная погода, к вечеру возможны прояснения. Без осадков, днем плюс 11, ночью плюс 1. В Словенске облачно, осадков не ожидается, ночью плюс 3, днем плюс 12. Весь день в Краматорске будет облачного, однако осадков синоптики не прогнозируют. Плюс 12 днем, ночью плюс 3. В Янакиево пасмурно с прояснениями, осадков ждать не стоит, ночью плюс 2, днем плюс 11. В Горловке небо скроется за облаками, без осадков, плюс 11 днем, ночью плюс 2. В этот день в Макеевке будет пасмурно, осадков ждать не стоит, температура ночью плюс 2, днем плюс 11. В столице Донецкой Народной Республики на протяжении всего дня погода будет пасмурной, ночью ожидается снег. Утро, день и вечер пройдут без осадков, днем воздух прогреется до 11 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до плюс 2.